Советский народ Память Юрия Владимировича Память Юрия Владимировича Андропова почтили делегации Коммунистической партии Австрии во главе с Францем Мури Французской коммунистической партии во главе с Жоржем Марше Итальянской коммунистической партии во главе с Энрико Берлингуэром Колонный зал посетили делегации Индии во главе с премьер-министром Индирой Ганди Федеративной республики Германии во главе с федеральным канцлером Гельмутом Коллем Соединенных Штатов Америки во главе с вице-президентом Джорджем Пушем Франции во главе с премьер-министром Пьером Моруа Великобритании во главе с премьер-министром Маргарет Тэтчер Италии во главе с президентом Алессандро Пертини Делегации других государств Дань глубокого уважения памяти Юрия Владимировича Андропова Отдают представители союзных и автономных республик нашей многонациональной страны В последний почетный караул у гроба покойного Встают товарищи Черненко, Алиев, Воротников, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Соломенцев, Тихонов, Кустинов, Щербицкий, Демичев, Долгих, Кузнецов, Пономарев, Чебриков, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Лигачев, Русаков, Рыжков, члены комиссии по организации похорон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одиннадцать часов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Руководители коммунистической партии и советского государства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Присутствуют члены дипломатического корпуса Дима Торзок 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 На центральную трибуну Мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства, члены комиссии по организации похорон. Траурный митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко. Дорогие товарищи, в сердцах советских людей глубокой скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни славный сын КПС, выдающийся политический деятель, человек широкой души и большого сердца. До самого последнего дня Юрий Владимирович отдавал все свои силы делу партии и народу. Яркую, до предела наполненную жизнь прожил Юрий Владимирович. Комсомольский вожак, руководитель партизанского движения, дипломат и партийный работник. Всюду, куда его направляла партия, работал он вдохновенно и самоотверженно. Его замечательные качества коммунист-ленинца, преданность коммунистическим идеалам, неизгибаемая воля, скромность и деловитость, забота о человеке труда. Все это снискало ему огромный авторитет в партии и в народе. Руководитель ленинского типа Юрий Владимирович Андропов обладал даром глубокого проникновения в сущность происходящих событий, умением осмыслить их, сделать четкие, ясные выводы, сплотить людей и повести их за собой. В этом году испытанный деятель партии Юрий Владимирович Андропов вносил большой вклад в работу ее коллективного руководства, ядра Центрального комитета и Политбюро ЦК. На высоком посту Генерального секретаря ЦК КПСС особенно полно и ярко проявился его организаторский талант, обширные знания и богатейший жизненный опыт. В этот период усилия партии и народа были направлены на поиск новых путей совершенственного развитого социализма, преумножение экономического могущества страны, повышение жизненного уровня трудящихся, укрепление трудовой дисциплины, организованности и ответственности на всех участках работы. Коллективно выработанные ЦК КПСС решения встретили полную поддержку в партии и в народе, принесли немалые позитивные перемены. Огромная заслуга здесь принадлежит Юрию Владимировичу Андропову. Товарищи, в эти скорбные дни прощания с Юрием Владимировичем Андроповым вновь зримо проявилась монолитная сплоченность КПСС, нерушимое единство партии и народа. Миллионы коммунистов и беспартийных практическими делами подтверждают доверие к партии, к ее внутренней и внешней политике. Ничего выше, чем доверие народа, для нашей партии нет и не будет. Коммунистическая партия Советского Союза и ее Центральный Комитет обладают классным видением перспективы, четкой программы работы. Партия ведет советский народ к новым свершениям, научно выверенным курсам, ленинским курсам. И с этого курса мы не свернем. Это вновь подтвердил состоявшуюся вчера неочередной пленум ЦК КПСС. Мы будем и впредь поддерживать инициативу МАЗ, тот садидатный подъем, который охвачен ныне партией народа. Главное сейчас руководствуюсь решением 26-го съезда партии, пленум ЦК, закрепить и приумножить позитивные сдвиги во всех сферах общественной жизни. Теперь, товарищи, особенно важно делать упор на конкретные дела, добиваться реальных и весомых результатов. Именно по ним партия будет оценивать и зрелость руководящих кадров, и работу трудовых коллективов, и достижения республик, областей, всех отраслей народного хозяйства нашей страны. Страстный поборник мира на земле Юрий Владимирович Андропов многое сделал для укрепления международных позиций нашей страны, повышения ее обороноспособности и боевой мощи советско-вооруженных сил. Его помыслы и практические дела были сконцентрированы на том, чтобы сохранить мир, уберечь человечество от угрозы ядерной катастрофы. В нынешней крайне напряженной обстановке мы ясно заявляем, Советский Союз будет продолжать политику мира, мира прочного и справедливого для всех народов, больших и малых. Мы подтверждаем свою готовность к переговорам, но к переговорам честным, на основе равенства и одинаковой безопасности. Угрозами нас не запугать. Оборона наша крепка, и мы с вами умеем защитить все, что завоевано трудом всех советских людей. Народным социалистическим странам мы сегодня можем вновь сказать, что развитие, стоя проверенных жизнью принципов пролетарского интернациализма, остается нашим неизменным ориентиром. Советский Союз выражает солидарность с борьбой народов и возобладившихся стран. За несовисимость, социальный и экономический прогресс. Против посягательства имперализма на свободу и подлинное демократическое развитие. Товарищи, от имени нашей партии и правительства, от имени советского народа, хочу выразить признательность братским партиям, трудящимся в социалистических странах, правительствам и народам других стран, всем, кто почил светлую память Юрия Владимировича Андропы. Мы твердо заверяем советский народ, наших друзей за рубежом, что Коммунистическая партия Советского Союза и впредь будет неизменно идти дорогой Ленина. В этот горестный час прощания с Юрием Владимировичем хочу высказать самое глубокое соболезнование его семье и близким. Прощай, наш дорогой друг, товарищ Юрий Владимирович. Твой светлый образ навсегда останется с нами. Руководители Коммунистической партии и Советского государства подходят к постаменту с гробом Юрия Владимировича Андропова. Процессия направляется к Кремлевской стене. Руководители Коммунистической партии и Советского государства Руководители Коммунистической партии и Советского государства исполняется государственный гимн СССР. Гремят орудийные залпы. В эти же минуты артиллерийский салют производится в столицах союзных республик, в городах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, Новороссийске, Керчеве, Туле, в крепости героя Бресте, а также в городах Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Североморске, Ставрополе, Петрозаводске. Страна замерла в траурной скорби. На пять минут остановились фабрики, заводы, учреждения. На железных дорогах, на судах морского и речного флота, на предприятиях был дан гудками трехминутный салют. Руководители Коммунистической партии и Советского государства вновь поднимаются на центральную трибуну. Перед мавзолеем в четком строю проходят части войск Московского гарнизона. Они отдают последнюю воинскую почесть руководителю Коммунистической партии и Советского государства, председателю Совета обороны СССР. Светлый образ Юрия Владимировича Андропова, отдавшего все свои силы делу партии и народа, навсегда сохранится в сердцах коммунистов всех советских людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова